Он не рассказал о случившемся впоследствии. СМИ... Что? Что за история душевно больного, блин? Майни, вновь с вами. Всем привет, и сегодня с реакцией на видео с канала Добряк. Называется оно Самурайские истории. Что-то понесло, блин, Добряка. Самурай по Японии. Ну это нормально, нормально. Давайте смотреть, интересно, что он нам расскажет. Думаю, ни для кого не секрет, кто такие самурай. Особенно после недавнего призрака Цусимы. И, наверное, вы все также знаете про существование Бусидо. Оно же книга Хагакура, скрытая в листве. Это такой самурайский кодекс. Практическое и духовное руководство для трушного воина. Целый кладезь самурайской мудрости. Например, в ней говорится, что самурай должен быть смелым, сильным, решительным, учтивым и стремиться к благородной смерти. Да и вообще классно должен быть. Но есть там и такие, мягко сказать, странные цитаты. Я бы даже сказал, о***льные истории. После прочтения которых я решил, что просто обязан их экранизировать. Я не буду менять в тексте почти ничего, а буду просто зачитывать именно так, как написал автор. Садитесь поудобнее, будет весело. Но слабонервным советую воздержаться, так как все-таки самурайские поучительные истории очень кровавы. Начнем. Да, ну, будет миленько, я уверен. Однажды на канал Макунасуке сел на небольшой корабль, чтобы совершить прогулку по реке Сумида и насладиться вечерней прохладой. Но на корабле оказался негодяй, который начал грубо издеваться над пассажирами. Когда негодяй подошел к борту, чтобы помочиться, Макунасуке незаметно отрубил ему голову и она упала. Чтобы люди не увидели этого, он быстро прикрыл тело вещами, которые попали в кровь. Благородный самурай. Класс. Об этом никто не должен знать. Плыви в верховье реки и похорони тело. И я хорошо заплачу тебе за это. Капитан сделал так, как велел Макунасуке. Но в лагуне, где было похоронено тело, он отрубил голову капитана. Чего? Говорят, об этом никто не узнал, кроме одного юноши-мужбожца, которым занимался проституцией на корабле. Макунасуке указал ему на тело капитана и сказал, этот человек тоже был мужчиной. Учиться рубить нужно, когда ты еще молод. После этого юноша разрубил труп один раз. Поэтому он не рассказал о случившемся впоследствии. Что? Что за история душевно больного, блин? Я хочу заметить, что самураи тех времен были еще те глинамесы. Например, Ихара Сайкаку написал известные всем строки. Подросток без старшего любовника все равно, что женщина без мужа. Что? Но что у самураев не отнять, так это то, что они прут как танки. А знаете, кто еще прет как танки? Танки. Что, реклама? Я понимаю, что с каждого второго ютуб-канала вам уже предлагали поиграть в World of Tanks. Вы купите новые розовые трусы. И получить шустрый танк для бодрого старта. А что, если я скажу, что только сейчас... Блин, это хорошо, это хорошо. Реклама это класс. Окей, давайте слушать офигенные истории про самураев. Мешок риса. Дохаку жил в Киру Цутибару. Его сына звали Горобей. Однажды, неся мешок с рисом, Горобей встретил Ронина. Мастера Кумасира Сакё. По имени Ивамура Кюнай. По поводу каких-то давних разногласий у них возникла ссора. И Горобей ударил мешком Кюная. Завязалась драка, в ходе которой Горобей толкнул Кюная в канаву и вернулся домой. Кюная долго выкрикивал угрозой вслед уходящему Горобею. Но потом тоже вернулся домой, где рассказал обо всем своему старшему брату Генниемону. Вдвоем они направились к Горобею с намерением отомстить. Когда они подошли к дому Горобея, оказалось, что дверь немного приоткрыта. Горобей ждал их за дверью с обнаженным мечом. Не подозревая об этом, Генниемон вошел и Горобей ударил его. Генниемон получил глубокую рану, но опираясь на меч, вышел из дома. Тогда в дом ворвался Кюнай и зарубил Кацуэмона, зятя Дахаку, который сидел возле очага. А я тут при чем? После этого Дахаку вместе с женой сумели отобрать у Кюная меч. Кюнай начал извиняться. Я достиг своей цели, сказал он. Пожалуйста, верните мне меч, и мы с братом уйдем домой. Но когда Дахаку вернул ему меч, Кюнай бросился на него и наполовину разрубил ему шею. После этого они опять скрестили мечи с Горобеем и дрались на равных. Пока Кюнай не... Что за битва не самых умных людей? После этого Кюнай, тоже порядком израненный, взвалил себе на плечи Ганеймона и направился домой. Но Ганеймон умер по дороге. У Горобея было очень много ран, и хотя ему удалось остановить кровотечение, он умер на следующий день от того, что выпил немного воды. У жены Дахаку были отрублены несколько пальцев. У Дахаку был разрублен позвоночник в области шеи. Поскольку горло осталось целым, его голова свисала наперед. Поддерживая голову рукой, Дахаку отправился к хирургу. Лечение хирурга было следующим. Сначала он смазал челюсть Дахаку настойкой живицы на масле и перевязал ее волокнами китайской крапивы. По-любому работать, пацаны. Он прикрепил веревку к макушке его головы и привязал ее к перекладине, чтобы голова не падала, пока он будет зашивать рану. А потом он велел Дахаку лечь и засыпал его тело рисом, чтобы тот не мог пошевелиться. В течение трех дней Дахаку ни разу не потерял сознание и не переменил положение тела. Он даже не пил настойки женьшеня. Говорят, что только когда на третий день дал о себе знать его геморрой, он принял немного болеутоляющего. В конце концов, его кости срослись и он полностью выздоровел. Напоминаю, что все эти истории подаются как поучительные мудры. А в чем-то поучительного-то, блин, я что вообще не понимаю, почему так сложно. Самураи какие-то сложные. Я бы с удовольствием обсудил в комментариях. Поэтому пишите свои версии в комментарии по поводу этих великих философских историй. Ну, а если наберется 150 тысяч лайков, я сделаю вторую часть. Ну, а на сегодня все. Не болейте и до новых встреч. Это самые странные истории. Одна история лучше другой. Ставлю лайк просто. Я не понял ни первую историю, ни вторую историю. Во второй все тупые, а в первой все нелогично. Япония! Япония, стародавняя! Чего ты издеваешься за моим мозгом? Моя голова кипит, блин. Окей, это очень странно. Ребята, пишите в комментариях ваше мнение по всему этому поводу. Но мне это смешно и пугает почему-то. Ставьте лайк. Не забывайте подписаться и перейти на оригинал. Ссылка на оригинал в описании. Поставить лайк добряку. Хочу 150 тысяч лайков. Послушайте еще одни очень крутые истории. А если нравятся мои ролики, ставьте также и мне лайк. Поставьте... Точнее, напишите комментарий. Что я говорю? Поставьте лайк, напишите комментарий. Нажмите на колокольчик и на кнопочку подписки, если вы еще не подписаны. И значит, что у меня есть еще платная подписка. Но это пожелание. Пожелание. Вот. Люблю вас, ребята. Всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok